всем доброго времени суток уважаемые парни привет сегодня у нас гостях андрей петерцов он посетил дальний восток и мне доверлось с этим уважаемым и классным профессиональным рыбаком провести пять дней на амуре и мы решили специально для дальневосточников и не только снять очень интересное видео топ приманок которые работали на амуре а я не буду мешаться выступаю в кадре андрею место и он вам сейчас все будет рассказывать уважаемые зрители никуда не уходите будет очень интересно ну что ж мы провели на этой экватории пять дней безусловно это отпечаток мая и условно майский средств мы понимаем что сейчас активность рыбы допустим не совсем оптимальная но я расскажу именно про те приманки которые позволили нам добиться весьма неплохих для мая я считаю результатов ну сколько мы здесь обсуждали количество качество рыбы давайте пойдем вперед если мы облавливаем что-то масштабное если мы нацелены на дальние супер дальний заброс то больше всего нам понравились пикеры в руках у меня ганджик это вес 28 грамм и он позволяет эффективно облавливать площади но где-то на плетенке двушки он точно летел я думаю что 85 90 метров где-то такая была дистанция это такая динамичная ловля по косом основная приманка одна из основных наших приманок для верхогляда кроме верхогляда ну несколько сомиков было на нее еще поймано очень удобный вариант когда действительно нужно охватить большую площадь бывает так из лодки бывает так из берегов приманка условно ближней дистанции у нее немножко меньше дальность ну примерно наверное 60 70 метров это вип металлический вид на двух тройниках в том месте где верхогляд уже был найден и где мы ловили адрес на по какому-то конкретному месту он мне понравился очень понравился высокой реализации то есть чаще всего верхогляд хватал за его центр хватал и вешался на центральный тройник то есть максимальная реализация поклевок я думаю что ну примерно там 70 80 процентов поклевок верхогляда он в 70 80 процентах после поклевки он засекался то есть это тоже очень крутая приманка когда мы нашли рыбу и когда она стоит адрес на на каком-то конкретном участке это такая точечная ловля еще одна приманка которая мне очень понравилась это ловля вдоль береговой линии там где достаточно большая глубина подходит к берегу есть такой обрывистый песчаный ну неважно песчанно-глиняная такая структура берега под воду уходят кусты и под воду уходят деревья там что-то подкручивает в береговой зоне а рядом такой шараш от стремительный поток так вот можно вставать на якорь можно привязываться веревкой кустам можно идти сплавом мимо этих кустов и мимо этой береговой линии и мне показалось что самая оптимальная приманка и самое удобное в этих условиях это крэнк я использовал небольшой комбат крэнк его классификация 250 он идет на глубине где-то два два с половиной метра и когда его кидаешь в берег он достаточно динамично начинает погружаться но мне понравилось я поймал на него не так много рыбы это очень интересное направление я бы с удовольствием вернулся на амур и много времени посвятил как раз таки ловли вдоль берега она очень динамичная очень кайфовая такая как даже не знаю с чем ее сравнить но тебя несет вдоль берега у тебя постоянно постоянно требуются точные забросы то одна коряжка какая-то торчит то какой-то кустик ты то за кустик то перед кустиком и есть такое ощущение что те одиночки которые стоят вдоль береговой линии они более крупные поэтому эта тема конечно для меня очень интересно и в последующем я хотел бы ее развить пока я помню о крэнках и думаю что в следующую поездку когда-нибудь не знаю когда но я думаю что когда-нибудь я наберу гораздо большее количество крэнков возьму и побольше из заглублением там 20-30 сантиметров и полметра и посмотрим какие из них будут лучше всего работать хотел сказать что мы в средней полосе россии именно таким способом ловим головля и жереха когда идем сплавом вдоль береговой линии кидаем за какие-то препятствия за те же кусты деревья да крэнки мы используем другие как правило это приманки меньшего размера потому что и голавль там в районе килограмма это уже хороший голавль жерех 2-3 килограмма это уже такой полутрофейный ну и конечно вишенка на нашем торте это всевозможные силиконовые приманки я к сожалению с собой не так много взял ну период на самолете там не позволяет взять больше но некоторые вещи с собой были и очень интересно то что круто сработало крупная резина то есть вот у меня в руках изи шайнер кейтек изи шайнер в размере 8 дюймов я на него поймал несколько верхоглядов поймал хорошую ауху поймал несколько самов может быть там даже 3 и он мне очень понравился и еще очень классно сработал свин компакт фэт в размере 6 и 8 сожалению с собой самый большой 7 и 8 я не взял но это будет повод вернуться и попробовать сейчас двух словах хочу рассказать что к чему и как мы это использовали использовали еще немного меньшую резину на нее тоже были поклевки но все-таки мне кажется что вот амурский хищник начинает прям активно интересоваться твоей силиконовой приманкой вот вот именно начиная с такого размера то есть очень хочется попробовать следующий раз более крупные но вот это вот вот этот размер 5 и 8 явно проигрывал размеру 68 чтобы максимальное количество поклевок остались реализованными мы использовали дополнительные крючки вот вы здесь видите что здесь стоит дополнительный тройник он еще и гораздо более надежно фиксирует нашу силиконовую приманку на джиг головки джиг головки мы использовали волжские джиги потому что они лучшие джиг головки тройники мы использовали декой здесь также стоит стопор который не позволяет соскакивать тройнику с джиг головки это тоже очень важно и ну эффективно позволяет работать в том числе с крупной рыбой то есть после подсечки ты уверен что у тебя все надежно ничего не соскочит если рыба села то там в 90 процентах случаев все будет хорошо это вариант оснащения номер один то есть здесь тройник одет непосредственно на крючок вариант оснащения номер два для более длинные силиконовой приманки как вот этот 8-дюймовый изи шайнер это тройник на отдельном поводке на металлическом так как чаще всего мы ловили среди камней но это были разные камни там такого размера такого размера может быть и побольше были между ними были какие-то щели то есть если бы я тройник разместил в принципе его можно отсюда вытащить так вот мы вытаскиваем он висит на отдельном поводке его можно закрепить и в нижней части приманки покажу как и когда я ловлю по песчаному грунту в принципе вот это вот более эффективная схема когда тройник висит на крупной приманки внизу часто рыба хватает снизу за живот или хватает перпендикулярно такая схема мне кажется приносит большую эффективность но при ловле на песке здесь у нас было много камней именно поэтому я старался минимизировать зацепы и эту силиконовую приманку оснащал таким образом что тройник был сверху вот здесь в принципе оснащение очень простое это металлический поводок тройник висит на металлическом поводке и 2 петля металлического поводка она вставлена в нашу джиг головку и соответственно приманка в основном держится именно на джиг головки что еще очень интересное что еще вы увидите в этом ролике это то что мы использовали разную проводку и это меня поразило и я за по я уверен что это запомню на всю жизнь и буду продолжать экспериментировать в разных водоемах и ну просто просто шикарный опыт то есть вот ты ловишь классической ступенчатой проводки но нужно сказать что крупные приманки они не предполагают использование каких-то резких рывков подбросов гораздо более эффективно они работают при плавной проводки то есть это может быть три оборота ручки катушки 4 оборота ручки катушки в достаточно медленном но я бы не сказал что медленном таком среднем темпе но нам не надо делать вот так вот не надо делать резких рывков то есть приманка поднимается от грунта там медленно идет 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 и потом пауза и она медленно планирует вниз так вот на такой классической проводки у нас была одна единственная поклевка аухи всего одна вся остальная рыба которая клевала это самые верхогляд и то есть мы стояли на одной точке это бровка каменная на которой сверху валяются камни по ее свалу валяются камни внизу бровки где начинается как бы основная яма с глубиной 678 метров уже песчаный грунт ловишь ступенчатой проводкой и в одном и том же месте клюет и ауха клюет верхогляд клюют усамы но как только ты переходишь на другой стиль проводки клюет только ауха то есть сейчас я вам рассказал про ту проводку которая реально эффективно работала по верхогляду и работала по саму с аухой было совершенно другая история возможно возможно сейчас май и ауха наверное не нас я не знаю я в ней не разбираюсь но как мне могло показаться точнее как мне показалось возможность возможно сейчас ауха еще не набрала свой пик активности и она не такая быстрая и скоростная и не готова возможно гоняться за быстро за относительно быстро движущейся приманки поэтому лучшая проводка для аухи а ауху мы поймали рыб 678 я думаю мы поймали за все эти дни вот все остальные кроме одной клюнули на одну и ту же проводку это легкие рывочки то есть ты забрасываешь приманка падает в камни ауха живет в камнях ну или крутится в районе камней то есть на песчаном грунте реально не было у нас покрывок аухи вся ухо стояла в районе камней приманка погружается на дно ты делаешь спиннингом небольшой рывок такой 5 максимум 10 сантиметров приманка взлетает на это расстояние и опять быстро падает опять быстро взлетает опять быстро падает и мне показалось что еще не очень такая спешная проводка нужна для аухи то есть можно даже задержать приманку на грунте когда она лежит на там среди камней или на камушке у меня было ряд поклевок когда ауха брала непосредственно с грунта то есть легкий подброс падение приманка упала я держу буквально две секунды и после этого бам четкий рывок и мне еще показалось ну в ряде случаев я подсекал как-то так интуитивно на рефлексе сразу но некоторые поклевки я ждал и прям чувствовалась рыба то есть происходила поклевка я постепенно аккуратненько но достаточно динамично натягивал плетенку я чувствовал что приманка во рту и только после этого подсекал это ну условно скажем так басовая схема то есть при ловле баса часто не подсекают сразу часто дают ему заживать и после этого только подсекают я не знаю какая ситуация обстоит с аухой я экспериментировал не так много конечно было поклевок для набора статистики для того чтобы все это выделить в какую-то четкую структуру но мне показалось что при такой неактивной ее фазе это хороший вариант когда ты не подсекаешь сразу а ждешь может быть в этом ключе эффект съедобности резины он важен и он играет и он влияет если мы будем ловить нанеси и добку возможно она будет выплевывать сразу нужно экспериментировать в рамках тех дней которые мы были на водоеме все конечно не удалось попробовать поэтому очень много осталось вопросов на будущее но сейчас вот те приманки которые у нас выстрелили которые работали лучше всего я о них рассказал и в принципе те проводки которые тоже у нас были номером один они как бы изложены мною сейчас ну что ж я рассказал вам о своем небольшом опыте о своем знакомстве с амуром хочу сказать хабаровчане у вас прекрасная река у вас классные разные водоемы я уверен что и на горных реках все отлично есть много крутой крупные рыбы и я вам честно говоря очень сильно завидую такой вот открытый такой хорошей завистью это это классно когда ты ловишь на точке и ты понимаешь что сейчас может быть рыба 10 весом 10 20 30 а может быть даже больше килограмм но это непередаваемые очень острые очень яркие ощущения конечно это первое знакомство конечно возможно по ходу экспериментов и по ходу последующих рыбалок что-то какие-то мы найдем другие ключики что-то мы разгадаем что-то мы поймем гораздо глубже и гораздо больше но вот сейчас я уверен что если завтра я выйду на воду или через неделю или возможно даже через две вот этот набор приманок не позволит уверенно чувствовать себя но практически на любой я думаю что даже на любой точке которая находится вот там ну условно в этой акватории то есть мы не были на расстоянии 400 500 600 километров вниз по амуру наверняка там другие места потому что ходит разговоры о том что там более глубокая зона больше я мы были гораздо выше гораздо ближе к хабаровску и здесь с этим набором приманок я уверен что вы поймаете и поймаете много и поймаете много красивой крупной рыбы так что парни всем пока до встречи на водоемах и хорошей рыбалки и и и и и и и Продолжение следует...